Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» открывает информационный обзор начала недели программы «Время говорить». Главные темы сегодняшнего выпуска таковы. Дашковские проблемы. В Рязани прошла встреча власти и общественности по вопросам чистоты воздуха в Южном промоузле и районе Дашково-Песочни. Ударим по паркам ремонтом. Рязанские парки в преддверии лета заметно обновляются. Реж резинки. Рязанские полицейские провели рейд по нарушениям правил регистрации иностранцев в так называемых резиновых квартирах. А теперь обо всем подробнее. В конце минувшей недели, в самое начало уикенда, активисты группы песочинских жителей заявили, что их многострадальный район надо бы объявить зоной экологического бедствия. Вот так, словно побережье Таиланда после цунами. В пятницу прошла встреча жителей с рязанским начальством. От чиновников до представителей прокуратуры. Ну, насчет зоны бедствия активисты палку-то перегнули. Однако, что-то решать надо. Люди подписи к власти собирают. Вроде бы уже 3000 набрали. Есть обращение к нефтезводскому начальству экологического рязанского альянса. Главным образом, РФЦ требует налазить эффективную сероочистку, модернизировать сооружение для очистки сточных вод и предоставить возможность общественного контроля за выполнением работ. В прошлом декабре Рязанская природоохранная прокуратура прямо заявила, что главный источник сильных и неприятных запахов в песочной Турлатовой – это как раз нефтезавод. Также было установлено, что компания систематически сбрасывает в Листвянку, речку небольшую рядышком, недостаточно очищенные сточные воды. По итогам этой проверки возбуждено 4 административных производства по различным статьям административного кодекса, предусматривающим санкции вплоть до приостановления деятельности предприятия. Впрочем, комментарии от природоохранной прокуратуры мы намерены получить уже завтра. В конце минувшей недели в песочне на территории Ледового дворца прошла встреча представителей власти и общественников. Обсуждались как раз вопросы чистоты воздуха в районе. Вот что рассказали сегодня активисты. По последнее время экологическая ситуация стала просто ужасной. То есть я взрослый мужик, который по ночам начинает задыхаться. Я буквально еще 2-3 недели, я даже не думал, что данной проблемой придется заниматься, то есть все вышло так вот спонтанно. Что было на этой встрече? То есть помимо докладов, которые чиновники власти предоставили, решался вопрос о создании рабочей группы, в которую будут входить власть, депутаты, общественности, которые возьмут под контроль экологическую ситуацию в городе. То, что ситуация изменилась в худшую сторону, можно как раз сказать потому, как народ вышел на улицы и стал этим заниматься, потому что если до этого эта проблема больше узнавала как-то экологических активистов, таких уже ветеранов, которые на все общественные слушания ходят, в общем, одни и те же лица, там не так много людей, то сейчас люди, которые никогда не думали, что они этим займутся, просто когда у них это касается здоровья их детей, тут уже нет вопроса выходить на улицу или нет. Ну, мы будем следить за тем, как станет развиваться ситуация. Теперь к другим городским темам и событиям, которые закрыли минувшие недели. В пятницу начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства Рязани Валерий Бебко собрал такую неформальную пресс-конференцию и прямо в горпарке, в тенечке, рассказал журналистам о работе по ремонту дворовых территорий. На рандеву к начальству ездила Оксана Тебенихина. В апреле в Рязани началась масштабная работа по ремонту городских дорог картами. На сегодняшний день отремонтировано около 20 тысяч квадратных метров асфальта. 20 тысяч квадратных метров – это то, что мы в начальный период строительного сезона работали, проводим по картам. Также у нас с начала года проводился ямочный ремонт. Это мы горячей, литой асфальтобетонной смесью сделали 2,5 тысячи квадратных метров в час. На сегодняшний момент вместе с традиционным асфальтом, горячей асфальтобетонной смесью, мы сделали на сегодняшнюю дату порядка 10 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. В начале лета планируется начало работ по ремонту дворовых территорий. Сейчас уже утвержден бюджет и планируется фронт работ, а также сроки их выполнения. Первый этап на 25 миллионов рублей выставлен на торги. После дополнительного утверждения бюджета, это порядка 38 миллионов рублей, мы будем объявлять второй этап. Это все дворы, на которые у нас с прошлого года осталась проектная документация. И по тем округам, где были даны обещания, в прошлом году их по определенным причинам не выполнено. В этом году закрываем эти обещания. Наш город с каждым годом становится краше и современнее. И для того, чтобы придерживаться заданного темпа, необходимо помнить о том, что многое зависит от жителей Рязани. Ну а городским службам не стоит забывать о своих прямых обязанностях. Вовсю кипит работа в ЦПКО. Его реконструкции на днях обсуждалось на специальном совещании с участием губернатора Олега Ковалева и мэра Виталия Артемова. Градоначальник пообещал горожанам в парке детские и спортплощадки, зоны отдыха, пешеходные и велодорожки. Кроме того, на совещании выяснилось, что в перечень мероприятий по благоустройству должны войти установка малых архитектурных форм и организации паркового освещения. В ЦПК продолжится реконструкция и коммуникация. Дорожные службы получили задание провести капитальный ремонт прилегающих к парку улиц – спортивной и колхозной. Ну, поглядим, поглядим. А если все получится, то и, как говорится, поклон вам от населения. Про парк давно споры ходили, а во времена Оны тут вообще инвостроительство не начали. Уж как народу вбивали в мозг идею, что дома-то нужнее, чем какой-то замызганный парк. И не чистили, не благоустраивали его. Как уверяют знающие люди, вышедшие теперь на пенсии, а потому смелые, не случайно. Есть такая тактика – довести территорию до состояния помойки, а потом и поднять волну в честной прессе. Ан, вот до чего довели наши русские неряхи территорию. Давайте ее строителям отдадим. Понятно, с последующим благоустройством и компенсационными высадками. Но отстояли главный парк Рязани – ничего. Теперь вот в начальственных планах благоустройство зеленой зоны на улице Советской Армии. А саму тему благоустройства парков и зеленых зон задали сегодня телефонным звонком в редакцию наши добровольные информаторы, жители Введенки и Горького. Там на пересечении улиц мы совместно отслеживали ход неких земельно-строительных упражнений, деловитых работяг. Волновался народ. Что же это там хотят возводить? Уж не многоэтажку ли под окна? Оказалось, нет. Появлялись в междворье очертания весьма симпатичного сквера. Жители успокоились, а сегодня сообщили, что здесь уже и лавочки установили, и фонари. Не так давно президент России Владимир Путин подписал ряд поправок, которые ужесточили ответственность за нарушение правил учета населения и за фальшивую регистрацию. Поправок сразу появилось название «Закон о резиновых квартирах». Теперь за фиктивную регистрацию предполагается штраф до полмиллиона, а то и принудительная работа на пар-тройку лет. За проживание в квартире без регистрации будут подтягивать к ответственности и того, кто там обитает, и собственника жилья. На днях рязанские полицейские провели так называемый резиновый рейд. Проверяли места проживания иностранцев, а также места их работы. Доставлен в участок 24 иноземца, которые успешно дактилоскопированы, установлены и отпущены на волю. В ходе рейдов, передают правоохранители, выявлено 12 фактов нарушения законодательства. А вообще на сегодня в нашей области возбуждено около 60 уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией. Действительно, так называемые резиновые квартиры доставляют немало неудобств. Это, мягко говоря, гражданам, которые соседствуют с этими обиталищами. Здесь вам и подозрительные личности, и шум, и запах, и антисанитарии, да и вообще явные нарушения закона под боком. Главное, советуют правоохранители действовать здесь в рамках закона, направить жалобу участковому, который всегда честен и не крышует эти самые пресловутые резинки, а также привлечь к решению проблем соответствующие органы власти. К сведению, Федеральная миграционная служба России ежегодно фиксирует более 6 тысяч резиновых квартир. Как правило, в начале недели по линии госавтоинспекции приходят известия о так называемых авариях выходного дня. Отличаются в этом направлении пьяницы за рулем и начинающие водители. С начала года по апрель в нашей области зарегистрировано 102 происшествия из-за нарушений правил дорожного движения водителями, в стаж которых менее трех лет. Начинающие, пусть невольно, но тем не менее, убили два десятка человек. Двести тридцать четыре получили травмы различной степени тяжести. Вот такая молодежь у нас за штурвалом. Продолжает Оксана Тебенихина. Молодых водителей, мнящих себя гонщиками-шумахерами, может ожидать та же страшная участь, которая настигла знаменитого спортсмена. Юные любители погонять не осознают, что только-только прочувствовав габариты своего автомобиля, они еще не успели набраться водительского опыта, который необходим для того, чтобы ловко маневрировать в городском транспортном потоке. Отсюда и удручающая статистика аварий с участием этой категории водителей. В ночь с субботы на воскресенье в городе Рязани на улице Интернациональной у дома номер 17 произошло столкновение двух транспортных средств. 24-летний водитель, стаж вождения которого менее одного года, управляя автомобилем Мазда на перекрестке, где светофор работал в режиме желтого мигания, не предоставил преимущества проезда автомобиля Рено, в результате чего произошло столкновение. От удара Рено отбросило на светофорный объект, который оказался значительно поврежден. В салоне Рено ехал 25-летний пассажир, который получил травмы и обращался за медицинской помощью. В 10.50 утра 18 мая в Рязанском районе на автодороге Калуга-Туглы-Рязань 24-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь со стороны Михайлова в сторону Рязани, неправильно выбрав скоростной режим, не заметил, что впереди двигается трактор, не успел затормозить и совершил столкновение с ним. В салоне легкового автомобиля, кроме водителя, находились еще и два пассажира. С различными травмами все они были госпитализированы в больницу. Водитель трактора «Беларусь» также с травмами обращался в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. И в завершение о делах научных и культурных в Рязани прошла так называемая «Ночь музеев». Европейский проект с таким названием был впервые проведен в конце ушедшего века по инициативе французского Минкульта. Потом это ночное дело подхватила и вся Европа. Наши присматривались к французскому эксперименту лет 10. Как-то звучит подозрительно, ночь какая-то. Но потом убедились, что эротического подтекста здесь нет, и стали организовывать свои библионочевки. В эти выходные «Ночь музеев» провела Марина Комиссарова. «Ночь музеев» прошла в нашем городе уже в восьмой раз. Эта акция дает нам возможность рассказать о роли музея в обществе, представить свои какие-то новые проекты, новые выставки и, конечно же, привлечь к нам в музей нашу молодежь. В этом году главной темой «Музейной ночи» стала археология, в связи с чем участники творческого объединения «Апрель» на сцене в Олеговом дворе пели любимые песни археологических экспедиций, а посетители развлекались на интерактивной площадке «Вперед в прошлое», где на 11 игровых зонах можно было познакомиться с работой археологов и древнейшими ремеслами. В рамках программы в Кремле состоялась выставка баннеров, рассказывающих об основных археологических объектах музея, выставках газет и атрибутики археологических экспедиций и презентации работы клуба археологов и исторического клуба «Веча». «Рязанская ночь музеев» началась в 6 вечера, а вот к 11, несмотря на свое название, уже завершилась. Ну, если рязанские музейщики свое отночевали, то библиотекари только-только входят в раскрутку всероссийского проекта, именуемого Библиотечным конгрессом. Почему этот форум проводится у нас? Да потому что Рязань в этом году выбрана библиотечной столицей России. Да и про сам год надо напомнить, что текущий 14 – это год культуры в Российской Федерации, а потому и тема Всероссийского библиотечного конгресса звучит, соответственно, «Библиотеки в год культуры». Обсуждение возможностей и проблем работы современных библиотек стало главной темой Всероссийского библиотечного конгресса, проходящего сейчас в Рязани. В областной центр на этот крупный форум съехались работники из почти 70 регионов страны. Во время торжественного открытия гости напомнили, что исторические библиотеки способствовали распространению знаний, культуры и в конечном счете нравственному развитию граждан. Сейчас, конечно, бумажная книга стала менее популярной, да и посещаемость современных читалин значительно сократилась за последние десятилетия. Потому и библиотекарям просто необходимо привлекать читающее население доступными инновационными проектами. С моей точки зрения, Конгресс, Всероссийский библиотечный конгресс, это основная площадка, на которой обсуждаются, анализируются, в лучшем случае, и решаются наиболее актуальные проблемы библиотечного дела. На сегодня все. Первый рабочий день наступившей недели начался, надеемся, для большинства горожан успешно. Нашу программу продолжит проект подробностей. Сегодня Олеся Харлинов встречает руководителя Рязанского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам. Наши дети Наталью Епихину. На днях состоялся очередной фестиваль, который ежегодно проводится по инициативе фонда. Он называется «Солнышко в ладошках». Об этом фестивале не только пойдет сегодня речь. Ну а мы расстаемся до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин